здравствуйте друзья ну если не все из вас то многие из вас помнят как месяц назад там где-то это было с небольшим может быть в двадцатых числах мая к нам приезжала съемочная бригада из нью-йорка с телеканала rtvi и снимали тут про нас сюжет так 2 2 дня мы так к ряду плотно с ними и собственно сделал несколько видео и там они как-то более-менее прилично посмотрены по нашим по меркам нашего канала там типа 10 тысяч просмотров вот значит и там есть ведущая на канале ртв а есть ведущая лиза каймин лиза 13 лет каждый день выходила в эфир с новостями а канал этот его так знаете раньше невозможно было посмотреть потому что они по подписке вещают на русском языке всюду за пределами российской федерации то есть его можно можно на него подписаться в украине там не знаю по европе в австралии новой зеландии там израиль и где угодно сша конечно но вот не в российской федерации но 13 лет она вела новости а тут значит сделали новый проект канал этот был куплен человеком который живет сейчас в израиле студия у них имеет свыше ста человек в нью-йорке монтаж происходит в москве в общем будь здоров такое хозяйство серьезно там и новости свои все дела и вот значит лиза она была ведущей то есть она не только зачитывал она не диктор она она работала с этими новостями там и тогда и такая знаете если посмотреть на на нее как она ведет это все она такая очень серьезно в очках такая дама вообще а так вообще помимо этого шикарная совершенно женщина красивые все дела и ей сделали вот новую передачу который называется лиза из сохо сохо это не только в лондоне это и у нас тут тоже есть в нью-йорке такой район ну как бы сказать ну спортом как бы да такое место лиза там действительно живет и уже много лет и вот у нее такое значит шоу раз неделю выходит они теперь ездят там по всей стране и снимают наших соотечественников которые ну как бы сказать у никого у которых все хорошо вот и как бы вот ваш покорный слуга попал в эту обойму значит после того как человек из израиля купил этот канал у него стала меняться концепция то есть раньше например вы не могли на веб-сайте канала ничего такого найти она все было упрятано таскать туда в подписку а сейчас сначала начали новости вот в частности новости с лизой там не только ли за там еще люди есть вы можете пойти на их веб-сайт нам арте вяй ну я дам ссылку значит вы можете пойти посмотреть их новости и вот этот сериал который сейчас снимается называется лиза из сохо этот сериал тоже потихонечку вывешивается понимаете история как значит вот сегодня буквально повесили третий сюжет и я дам ссылку под описанием к этому видео я дам ссылочку чтобы вы могли туда идти и посмотреть значит на сегодня там есть три сюжета значит как произошло один они сняли в нью-йорке и ну там вот какие-то люди вы посмотрите я я не хочу вам в это голову морочить но они такие как сказать с денежкой даже они вот там покупали продавали какой-то ювелирный бренд вот и там я не знаю бентли там он жене подарил но ей что-то не очень понравилось она поездила значит там грани отдали ночью как вот такого уровня там люди у них пентхаус там в нью-йорке с видом там шикарным там на залив нет ни на в общем все хорошо не следующий сюжет они уже оказались в лос-анджелесе а вот уже из лос-анджелес они попали к нам в лос-анджелесе там мне гораздо больше понравился сюжет из лос-анджелеса он более понятный что с человеком произошло там женщина это все наши соотечественники женщина она закончила институт по бухгалтерии но или там по финансам но у нее был талант как бы к тому к дизайну к шитью и так случайно девчонки домой с собой позвали и она попала в голливуд и занималась там ну я не знаю как назвать эту профессию там типа костюмером было 15 лет проработала стала дизайнером и знала многих звезд лично потому что она работала с ними ну и в какой-то момент значит она для своей собачки замерзшие старого свитера что такое там пошила ну и привела ее на работу собачку и тут всем так захотелось она стала их всех обшивать причем у нее каждая вещь отдельно есть серийного производства но и кончилось тем что у нее теперь там бизнес и вы видите этот бизнес вы видите день рождения одной из собачек там такой померанин красавец значит и к нему пришли в гости другие собачки естественно с хозяевами там у них обшивают собак значит многих звезд и вы видите ценник вы видите что почем там и так далее женщина совершенно очаровательно очень приятно мне мне понравилось вот и сегодня повесили сюжет о том как лиза значит на яхте с человеком который с одной стороны дантист вон врач с другой стороны у него три офиса в лос-анджелесе с третьей стороны он вхож в голливуд он участник он он в жюри конкурсов мисс лос-анджелес и не только мисс лос-анджелес ну да я я поначалу подумал наверное он улыбку оценивает да здесь как дантиста в общем очаровательный совершенно дядька но просто я влюбился в него потрясающий и честно сказать я не знаю сколько у них было объектов в лос-анджелесе то есть но два мы уже видим а может быть 3 будет поможет и 4 я не знаю но мне было сказано что наш сюжет пойдет где-нибудь в июле возможно вот мы уже в июле и значит когда они приехали в в кремниевую долину но в сан-франциско там вот в те края они приехали и у них было три объекта съемки у этой бригады значит первый объект был врач по моему по моему нейрохирург но я не знаю точно вот врач нейрохирург второй объект это женщина у которой сеть ресторанов она как-то так вот успешный такой ресторатор сам франциско и 3 вот начать я в каком порядке пойдут наши три сюжета из сан-франциско вот этом вот этого и территории я не знаю но я понимаю что это все довольно быстро произойдет там в течение месяца и безусловно свой сюжет я повешу на наш канал бы ибо его не пропустите вам для этого не нужно идти обязательно смотреть его там а кстати они их можно даунлоднуть там самый первый сюжет он как-то плохо смотрится в стриме что-то там не то ночью да и вот вы увидите на на этом канале куда я вам ссылку дам там и новости можно посмотреть и другие передачи то есть они стали выпускать это в свет то есть можно посмотреть даже не будучи подписчиком но может быть не не прямом эфире а там чуть-чуть задержкой но все-таки вот и я почему вам это рассказываю потому что сюжеты интересные мы со светланой каждый сюжет смотрим и обсуждаем потом бы и иногда там целый день обсуждаем какие-то аспекты чего там там нам было непонятно что-то мы страшно зачем они это сделали а затем через те это сделали а что они здесь хотели сказать вот мы ходим ходим обсуждаем и я подумал что если вам приглянется это все может быть мы у нас на канале будем обсуждать потому что действительно очень интересно вот я могу сказать что мы со светлой как люди которые в сша прожили там уже почти 27 лет мы с большим интересом смотрим на этих людей и нам есть о чем поговорить и есть что обсудить и какие-то выводы мы делаем конечно если вы сюжет смотреть не будете то может быть те выводы что мы сделаем вам менее убедительными покажутся и очень непонятно будет почему тут люди на эту тему но мне хотелось поделиться с вами вот я с вами в данный момент делюсь вот таким открытием и лиза потрясающая совершенно лиза я я недооценил вот когда она здесь была я даже не понял вот какого масштаба человек вот а лиза играет роль такой гламурной дамы и вот и она ходит вот весь этот гламур вот яхта стоит там 800 тысяч вот этот самый пентхаус там 10 тысяч в месяц там а это вот блюдечка там 50 тысяч долларов хотя я думаю наверно они взяли по хорошему делу может быть и за три но это не важно в общем эти вот это такое все очень очень такое прикольно прикольно лиза классная и подборка вот этих объектов для съемки замечательная совершенно я даже как-то с некоторым волнением смотрю и думаю но мы это со светлой но никак не вписываемся мы совершенно не гламурные и в общем-то как-то не не то что нас понты какие-то или как-то мы даже я не знаю чего но то есть не то что мы там как-то обеднели сильно но но во всяком случае как-то другие совсем в эти голливуд там нью-йорк там ювелирный бизнес эти там собачек одевать для звезд у нас то этого нету то есть мы звезд то сами растим вот из подручного материала до из наших студентов вот кто пришел а мы из него норовим звезду в общем довольно успешно на самом деле но конечно не голливудский масштаб вот так что очень интересно посмотреть я я уже чувствую что мы со светлой будем смотреть просто все сюжеты и я не знаю подпишемся ли мы на этот канал я не уверен вообще не я вообще не люблю ничего на русском языке смотреть и когда света сериалы какие-то смотрят у нее есть там подписки всякие когда сериалы российские смотрят и я я ухожу потому что мне не нравится как там люди друг с другом разговаривают и как-то вот но не знаю не нравится вот а тут просто тасс просто тасс и ну посмотрим что я еще хочу сказать наблюдается там конечно очень серьезный прогресс от от фильма к вот как бы как съемка проходит вот допустим в этом пентхаузе с видом там на гудзон у них практически все на кухне этого пентхауза там 99 процентов ну и там может пару кадров тут что тут в гараже там тачка стоит здесь вот там картинка висит красиво а так в основном они на этой кухне стоят второе видео значит там все таки в основном съемка происходит в этом так сказать бутики собачьем где одежонка всякой тогда все вокруг этого бутика и немножко хозяйка едет там на автомобиле и так вот так вот в открытой такой тачке и там какой-то разговор небольшой но в основном все таки там нет такого разнообразия вот сейчас вот они снимали я того что просмотрел перед тем как сесть за роль поэтому я под впечатлением я посмотрел как они там с дантистом с конкурса красавица значит они едет в основном они на яхте там вот так яхта и вот они на яхте там гости собрались они там беседуют и в доме у него немножко беседует ну то есть две точки уже яхта раз и дом 2 уже как-то немножко больше больше точек вот что у нас происходило у нас просто была феерия потому что началось все санта-круз мы снимали у нас дома на поле где клубнику собирали у музея где там акульи скелеты не акулья извиняюсь киты там вот потом по набережной мы гуляли так значит вот то есть там где-то точек пять было в санта-крузе потом на следующий день мы снимали в долине значит мы были в гугле фейсбуке apple потом ребята поехали без меня уже в стэнфордский университет 4 и в нашем офисе 5 и вечером у нас три часа шла съемка в доме причем там с пятью или с шестью гостями с каждым из них был какой-то разговор то есть их снимали что-то спрашивали и так далее то есть там я думаю часов на на 15 на 20 на снимали а фильм идет 24 поэтому значит монтаж происходит в москве то есть ребят которые снимают они не знают что там кто из этого сделает ну смысле они может быть догадываться немножко но понимаете все таки даже 10 часов съемки загнать в 24 минуты это в общем там много-много монтажа и всякого такого и кто-то должен срежиссировать это все это уже другие люди делают срежиссировано мастерски виртуозная просто в восторге вот как сделано как смонтирована как блогеры так не делают даже продвинутая могу обещать значит ну что еще поэтому я думаю что вот наш сюжет должен быть вообще каким-то прикольным да ну но посмотрим друзья я я же не знаю посмотрим а может они вообще решат нас не показывать скажем у меня было такое вот меня снимали второй канал меня снимал решили не показывать там кто-то еще снимал тоже решили не показывать вот только канал твц нас все-таки немножечко показал как-то вот снимал снимал и все-таки показала тоже вообще вот так что друзья мы такой сложный объект брата правда канал в общем как бы американский получается да то есть это не не российские все-таки американские ну поглядим в общем к чему я говорю друзья смотрим по ссылке и в общем я я бы хотел ваших впечатлений о том что там ребята наснимали потому что может быть у нас тут дискуссионный клуб такой возникнет по обсуждению этих фильм но счастливо